Они учатся делать людей красивыми, стать профессионалами своего дела, внимательными и талантливыми парикмахерами. Добиться всего этого не так-то просто. И даже получив профессию, обучаться предстоит регулярно, познавая новые технологии и направления в моде. Невозможно стоять на месте. Обновляются оборудование, инструменты, технологические процессы. Очень много сейчас фирм, которые производят для парикмахеров красители, стайлинговые средства. Если в этом не ориентироваться, то работать будет очень трудно. И сейчас большая конкуренция у нас в профессии. Надо завоевывать своего клиента. А завоевать мы можем его только благодаря своим знаниям, своему новому видению моды и, конечно же, творчеству. Самое главное. То есть найти индивидуальную изюминку у каждого клиента. А для этого надо постараться, надо учиться, учиться, еще раз учиться. Парикмахер – это человек искусства. Одна из профессий, результаты которой должны приносить человеку радость и эстетическое удовольствие, считает мастер производственного обучения Оксана Моровова. Красота спасет мир. Понятно, что этот лозунг всегда был, есть и будет. И мы создаем эту красоту. Поэтому я думаю, что это самое важное в нашей профессии – увидеть красоту и создать ее. Поэтому на занятиях студентки уделяют большое внимание художественному искусству. Как в любой профессии видно, что у кого-то это идет уже изнутри. Кто-то своим трудом добивается каких-то успехов. И стараются все. Потому что профессия, если даже не будет как профессия она, но она будет в жизни пригождаться. То есть она всегда будет при этом человеке. Поэтому они все равно осваивают инструменты, осваивают новые технологии, посещают мастер-классы. У нас уже конкурсы проходят и международного уровня WorldSkills, где молодые профессионалы соревнуются. Это и конкурсы внутри техникума между собой. Они тоже выявляют свои какие-то таланты. Поэтому это все идет их развитие. И они друг на друга смотрят и учатся друг у друга. Обучение на парикмахера третьего разряда 2 года 10 месяцев. У нас еще открыта параллельная профессия стилистика и искусство визажа. Это новая профессия, осваивается. Для нашего города это вообще, можно сказать, изюминка. Потому что по области таких специализаций только Кемерово. Но я думаю, что мы тоже будем развиваться в этой области. Здесь в специальной мастерской девушки изучили теоретическую часть будущей профессии и уже прошли производственную практику в салонах и парикмахерских городах. Были, конечно, трудности. Но, в принципе, и таких, что вот каких-то больших компроматов, такого не было. Вроде все хорошо. И там я научилась делать коррекцию бровей. Вот. Что я там еще научилась? Как правильно разговаривать с клиентом, обращаться с ними. Вот это самое главное, чтобы общаться, выяснить, что они там хотят. Какую-то оприческу, стрижку или окрашивание. Вот это вот что-то вот. Ну, что-то в этом роде. Не пожалела ли? Нет. Тоже научилась новым техникам окрашивания. То есть, как бы, большой заработок от этих техник идет. Вот. Тоже научилась работать в коллективе. Разговаривать тоже с клиентами. Будущие специалисты парикмахерского искусства признались, что секретов в их профессии нет. Важно, чтобы клиенты уходили от них красивые и довольные. Главное каждому найти индивидуальный подход и подобрать прическу под форму лица, цвет глаз и даже характер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok